Афану Владимир Карпов в эфире программа «Своя правда» и сегодня поговорим о пресловутой 282 статье Уголовного кодекса. На всякий случай аудитории напомню, что это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. И сегодня с нами Артём Кирьянов, вице-президент общероссийской общественной организации «Молодежный союз юристов России», адвокат, член общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Артём Юрьевич. Добрый день. Сегодня с нами Илья Новиков, адвокат. Здравствуйте, Илья Сергеевич. Добрый день. Ну и я напомню, что сейчас активно ведутся разговоры о необходимости смягчения 282 статьи. Об этом поговорим, конечно же, отдельно сегодня. Ну и вспомним, а нужна ли нам эта статья в принципе. Ну и начнём с заявления позиций. Первый будет Артём Кирьянов. Артём Юрьевич, пожалуйста. Ну, вы знаете, конечно, я считаю, что эту статью или, скажем так, номер-то мы можем поменять, да? Но смысл данной статьи, он, конечно, достаточно чётко увязывается с ситуацией, которая у нас есть с экстремизмом. Потому что это в одном блоке, это вот одна и та же глава, где у нас идёт ответственность за экстремизм. И в том числе ответственность за разжигание вот такой вот розни. То есть не всякую, так сказать, рознь можно назвать экстремизмом. Поэтому это вот такая вот смягчающая статья в определённом смысле, потому что по ней и ответственность меньше. Другой вопрос, как с формулировками. Вот когда смотришь иногда на формулировки, особенно, так сказать, в уголовном кодексе, возникает мысль, а как это всё находится в отражении в правоприменительной практике. И, конечно, сегодня, вот в процессе беседы, наверное, будем говорить и об этом. Как эту статью могут использовать люди, а даже не люди, может быть, а должностные лица, потому что она входит в главу преступления против государства, Уголовного кодекса, в своих личных интересах. Вот это, конечно, меня больше всего занимает. И что надо сделать с формулировками? Это Артём Кирьянов, вице-президент общероссийской общественной организации «Молодёжный союз юристов», адвокат член общественной палаты. Ну и сейчас слово адвокату Илье Новикову. Илья Сергеевич, пожалуйста. Я считаю, что в том виде, в каком эта статья существует, независимо от того, какие мы в ней ввесём второстепенные коррективы, она не должна быть в Уголовном кодексе. Это первое. Второе. Поскольку мы здесь собрались говорить по поводу законопроекта конкретного, который несён в Госдуму, депутатом Ширгуновым Журавлёвым, то этот законопроект, я думаю, что мы про него тоже будем говорить очень подробно, как и про общий контекст. Он, к сожалению, видимо, не будет принят, потому что на него уже поступили отрицательные заключения и от правительства, и от Верховного суда. Поэтому третье. Имеет смысл говорить не о том, хуже или лучше мы станем жить, если этот законопроект пройдёт вдруг всё-таки, да, и будет принят Думой, Советом Федерации, подписан президентом. А об общем контексте, о том, что вообще сейчас происходит с этой 282-й статьёй, почему её называют русской статьёй, правильно ли это, как она работает, вот об этом всё имеет очень большой смысл говорить прямо сейчас. Ну и напомню, Татьяна Москалькова поддержала смягчение 282-й статьи, ну и таких голосов вроде как много, правда, как именно будут смягчать, будут ли смягчать, в принципе, об этом пока ещё история умалчивает. Ну рецепт это есть. Напомню, это был Илья Новиков, адвокат, ну я просто уточню, так всё-таки вас больше цепляет в том, что из себя представляет 282-я статья, или то, о чём упоминал ваш оппонент Артём Юрьевич, правоприменительная практика? Эти вещи, к сожалению, не отделяются, я не вижу способа изложить эту статью таким образом, чтобы ей не могли злоупотреблять наши правоохранители. Сейчас Артём Кирьянов. Ну, знаете, я тут не совсем могу согласиться, я понимаю, что ориентироваться надо, конечно, по худшим проявлениям, и они уже есть, да, но вот у меня на руках есть ситуация, при которой за то, что в Фейсбуке человек написал о плохом состоянии дорог в конкретном городе, соответственно, по заявлению должностных лиц муниципального образования, вот что-то там возбудилось, да, то есть ситуация, конечно, неприятная. Но я думаю, что даже в той редакции, которая сегодня есть, и с тем же номером статьи, можно было бы говорить о неоднократном правонарушении, да, то есть вот если мы имеем в виду какой-то момент, связанный с рецидивом, постоянно, регулярно, да, и так далее, и так далее. Пишут о том, какие негодники чиновники не ремонтируют дороги, кто рецидивист. Даже не так, вот я говорю, что это граничный пример, когда вот так делать не надо, и когда прокуратура, так сказать, выполняет свои функции, конечно, так сказать, придет к выводам, и, соответственно, это дело будет прекращено. Но вот тогда непонятно, что делать, если в однократно, то есть переводить это все в административный состав, закреплять это в кодексе об административных правонарушениях, вот тогда вообще все у нас пойдет по административному составу. Вот, грубо говоря, использовать в своих, так сказать, не очень правильных интересах должностному лицу административный состав по КАПу гораздо проще, чем уголовный кодекс. Это Артем Кирьянов, Илья Сергеевич. Давайте начнем, наверное, с разговора о том, что, собственно, предлагает Шаргунов. Давайте. У нас в этой статье, в ее нынешней редакции, есть две части. Первая и вторая. Да. Вторая, это все то же самое, что первая, только совершенная с использованием должностного положения, либо организованной группой. Либо с применением насилия. Либо с применением насилия. И по ней сейчас фактически судимости практически нет. По первой части у нас бывает несколько сотен, и эта цифра прогрессирует с года в год. Давайте я прочитаю просто для всей, для аудитории, чтобы было понятно, о чем речь. Часть первая. Действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенной публично или с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 2 до 3 лет, либо принудительными работами на срок от 1 года до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Все, окончательно запугали. Я абсолютно уверен, что никто нас не понял практически, кроме юристов, которые готовы восприниматься... Статья уголовного кодекса. Такие сложные вещи. Давайте так. Вот здесь есть два самых главных кусочка в этой статье, о которых есть смысл говорить. Значит, первый кусочек — это до 5 лет. Ориентируемся на это, да? На практике подавляющее большинство судимости по этой статье относятся к первоходам так называемым. Их не сажают, им в самом худшем случае дают штраф или обязательные работы. А второй важный кусочек — это слова социальной группы. Да. Вот в первой редакции уголовного кодекса, который был принят в 96-м году, когда еще никто помыслить не мог, что будет какой-то интернет, в котором можно там, да, что-то такое репостить. Ну, то есть интернет, конечно, тогда был, да, но... Но практически в зачаточном состоянии, идеал обсоединения. Еще не охватывал своим, значит, коллективным разумом. Вот эти слова про социальную группу появились в позднейших редакциях. И сейчас вот именно на них выезжает очень много кривых, явно абсурдных уголовных дел по этой статье. Потому что социальная группа у нас признается. Сотрудники правоохранительных органов, муниципальные служащие, сотрудники ОМОН и далее, далее, далее. То есть любую, возьмите абсолютно любую группу людей, прибавьте к ней слово «социальная», у вас легко найдется эксперт, который вам напишет заключение о том, что да, вот это не просто группа, а социальная группа, и все, у вас готовы составы. Ну, условно, журналисты-козлы, ну, в принципе. Работники СМИ. Кто-то написал в интернете, уже... Легко, вообще легко. И без кардинальной ломки вот самого этого набора понятий, на которых базируется эта 282-я статья, никакое ее улучшение, совершенствование, неоднократность рецидив, к сожалению, не помогают. Потому что что собой представляет практика, которая выросла на вот всех этих преступлениях, преступлениях слова, назовем их так, да? Потому что у нас экстремизм проявляется по-разному. Когда говорят об ответственности, о привлечении лица к ответственности за какие-то слова, которые были сказаны или написаны, у нас появляется фигура эксперта, который делает, как показывает опыт, совершенно любые выводы, абсолютно любом материале. И вот эта порча экспертизы, порча того, что когда-то было судебная экспертиза, это были занимались этим серьезной организацией, это была целая и, собственно, есть целая наука, да, превратилась в следующую картину. Значит, любой провинциальный милиционер, у которого недовыполнен план, или, может быть, даже выполнен, но хочет больше, по вот этим составам, он идет в контакт, находит там человека из того же города, который относится к его околотку, да, значит, смотрит, что он там пишет, смотрит его картиночки, берет какую-нибудь картиночку, возбуждает проверку, значит, идет к эксперту, к специалисту, который получил образование в заборостроительном институте по факультету, там, русского языка и сказок, допустим, да, этот эксперт пишет, вставляет стандартную, значит, шапку, стандартную концовку, и пишет, что ему бог на душу положил, с обязательным выводом, что в данных высказываниях обязательно содержатся, присутствуют признаки возбуждения вражды против социальной группы. Это Илья Новиков, адвокат, который предлагает кардинальную ломку 282-й статьи, потому что иначе у нас не складывается. Артем Юрьевич, в вашем очереди. Очень мрачная картина, и здесь не могу с Ильей в какой-то части не согласиться, у нас совершенно безобразие творится по экспертизе, но, к сожалению, это касается не только 282-й статьи, да, то есть вот я всегда говорил о том, что эксперты должны, конечно, проходить серьезный фильтр, должны быть сформированы реестры судебных экспертов, должна быть определенная независимость в отношении мест, так сказать, проживания и принадлежности этих экспертов и так далее. Но это вещи, которые требуют, ну, скажем так, качественного иного подхода вообще как бы к экспертной отрасли и к участию их в процессе, будь то гражданский или уголовный. Для меня все-таки 282-я это смягчение, это вот статья, смягчающая для граждан все-таки, да, наказание, иначе они будут получать это наказание по статье по экстремизму, да, по другому более тяжелому составу. Значит, что меня беспокоит? Меня беспокоит в данном случае, если мы говорим об интернете, то, что у нас вот пока еще юридическая наука, ну, как обычно, естественно, запаздывает, да, сначала мы, как юристы, не понимали, что такое интернет, теперь мы не очень понимаем, что такое пост, репост и лайк, да, то есть вот в каком, так сказать, определении можно считать, что человек действительно совершает поступок, ну, скажем так, против конкретной социальной группы, вот сам по себе, да, или экстремистский поступок, не, ну, эксперт это содержательная часть, да, а вот что мы с действием имеем, то есть если человек неоднократно, долго пишет материалы, так сказать, с призывами, ну, скажем так, к насильственному свержению власти, к вооруженному восстанию, это понятная история, да, вот если другой человек это увидел, посмотрел и решил, так сказать, проинформировать свой круг читателей, или, напротив, как-то прокомментировать такие вещи, вот здесь мы уже встаем в некую ситуацию, действие, которое не является действительно, ну, то есть человек хотел поделиться, но не поделиться содержательно, а поделиться, как, вот, посмотрите, что происходит. — Эмоционально. — Да, эмоционально. — В любом случае, я вот что пытаюсь понять, но вот есть статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, сказать о том, что она защищает нас от действительно каких-то чрезвычайно опасных вещей, я не могу. — Подождите, он при чем защищает? — Но вот эта статья зачастую используется для того, чтобы кого-то прижучить или выполнить план по валу. — Вы знаете, вот понимаете, в чем дело, уголовный кодекс, он совершенно не для того, чтобы во всех своих статьях всех защищать. Вот вы меня извините, конечно, но вы же, когда в эфире сидите, вот вы же думаете, что вы говорите? Наверное, если мы сейчас будем вести... — Если бы не было 282-й статьи, я бы тоже думал, о чем я говорю. — Вот. Вот вы думаете. — Да. — Вы человек дисциплинированный, вы человек в профессии, да? Мы, например, как адвокаты тоже, наверное, в суд приходим и нравится, не нравится, но вот как-то общаемся в пределах, ну, скажем так, какой-то этики, да? — Этих параметры, чаще, чем режем. — Ну, по крайней мере, по отношению ко многим судям адвокаты, конечно, в этике и культуре поведения превосходят. Так бывает. Но почему люди, которые в публичном пространстве излагают свои мысли, они не должны об этом думать, да? То есть вот такая загадка. Защищать от самих себя надо прежде всего, а это делать только одним — интеллектуально-волевым усилием. И, конечно, если мы сегодня понимаем, что интернет — это серьезная машина, ну, как хотите, рекламная, пропагандистская, по промыванию мозгов, по-разному называют, но это механизм, который действует с очень серьезной эффективностью, то, конечно, государство должно заботиться о чистоте работы этого механизма для того, чтобы противодействовать свержению законной власти. — Это Артем Кирьянович, Ассо Илья Новиков. — Смотрите, те люди, которых сажают под 272, они, как правило, не имеют отношения к свержению власти. Это, как правило, действительно репост картиночек, смешных, не смешных, другой разговор. Во-первых, возвращаясь к экспертам, вот сами по себе вот эти 500 дел в год, которые доходят до приговора по этой статье, да, по части первой, но я не думаю, что в масштабах страны а, эта цифра может что-то изменить в положительную сторону, то есть мы пресекли 500 экстремистов, да, а сколько у нас еще осталось из 140 миллионов? Второе, все они, как правило, ищутся под фонарем. Вот так, как я это описал. Это не значит, что эти 500, это 500 наиболее опасных там из нескольких десятков тысяч там вообще экстремистских проявлений. Это те, которых удобно было взять, потому что, почему они ВКонтакте, во-первых. Если посмотрите, каким соцсетям, а это практически все это в соцсети сейчас. Это не какой-то отдельно взятый сайт, который я загистрил на свое имя, нет, это мой аккаунт в соцсетях. Ваш сайт что, искать нужно? Значит, почти все это ВКонтакте и Одноклассники. По Фейсбуку меньше гораздо, потому что, пока этот майор дойдет еще до того, чтобы написать запрос в администрации Фейсбука, пока ему что-нибудь там ответят, гораздо проще найти под фонарем того, кто все-таки пишет ВКонтакте, как более удобный населый работод. Я думаю, просто в Фейсбуке люди чаще думают, чем ВКонтакте, все-таки писать или не писать. Вы возбуждаете сейчас социальную роль по отношению групп ВКонтакте. Вот мы до этого и дошли. А то, с чего я начал, с темой порчи экспертизы. Вот это одна из статей, которая очень серьезно сдвинула общий градус отношения судей к своему месту, к своей миссии в процессе. Мы не говорим про кого-нибудь зашуганного судью, который смотрит вопрос своему председателю, которых тоже, в общем, много, а про честного, добросовестного судью, который старается как лучше выполнять свою работу. Вот благодаря той практике, которая сложилась по этим словесным экспертизам, в том числе и по этой статье, судья очень редко отважится самостоятельно сформулировать выводы вопреки экспертизе. Хотя это именно обязаны судьи. Судьи позволили экспертам подменять их в вопросе оценки слов, что вообще говоря, судейская работа, которую с них никто не снимал. Илья Сергеевич, вы говорите сейчас про 282-ю статью, но, например, если перебирать статьи Уголовного кодекса, одна из самых скандальных в последнее время, это вот, по-моему, 132-я насильственные действия сексуального характера, где про несовершеннолетних в том числе идет речь. И вот здесь та же самая история. Те же эксперты, которые делают противоречивые выводы на основании этих экспертиз, человека могут отправить куда-нибудь в места не столь отдаленные с такой статьей, там ему не все выживают, я так сформулирую. И проблема-то та же, а статья другая. Смотрите, проблема, имея чуть другое преломление, когда мы говорим об экспертизе каких-то сложных вещей, типа детской психологии, там судья имеет больше оснований сказать, ну я в этом не разбираюсь, давайте послушаем человека, который знает. И снять с себя вот это бремя, да. Но во всех хорошо устроенных правовых системах, там, где речь идет о преступлениях слова, это не только вот этот экстремизм, это и клевета против конкретного лица, оскорбления, то, что там лайбл какой-нибудь, да, дефамация, гражданские в том числе дела, по ним по всем, либо дает эти вопросы решать присяжным, с идеей, что вот пусть здравый смысл выскажется, либо судья может послушать мнение эксперта, приглашенных сторонами, но все равно окончательная формулировка решения остается за ним, и понимает, что работу с него не сняли, что ему недостаточно процитировать чужие слова, там, со ссылкой на слова Альфасмара, слова Режикова, и этим успокоиться. Он должен принять правовое решение, дать лично сам правовую оценку этих слов. Ну, вы про те государства, где уже правовая культура сформирована, да. Ну, мы же к этому хотим стремиться, или совсем уже не хотим? Нет, наши судьи тоже принимают решения по внутреннему убеждению. В общем-то. Вот в рамках той практики, которая сложилась, мы судьей приучили к мысли, что по этим составам у них есть экспертиза, но и, слава богу, не нужен данный сам. Это Илья Новиков, Артем Кирьянов. Ну, тут я бы вот не совсем так согласился, все-таки экспертиза это не окончательный довод, и в конце концов экспертиз может быть несколько, и это оспаривание мнений, и действительно вот с экспертными организациями надо разбираться, вот ко всем статьям, примитивно ко всем статьям, да, то есть, конечно, медико-психологическая экспертиза, она посильнее будет, но все-таки мы понимаем, что там не сербского, это не сербского, ну, и как-то в общем. А вот если меня спросят сегодня, про экспертные организации, к которым можно было бы обратиться за психолого-лингвистической экспертизой, вот так, чтобы назвать хотя бы три заслуживающих абсолютного доверия, ну, уже надо думать. Ну, и тут виноградово, допустим, да? Ну, да, я говорю, что вот есть несколько, несколько, буквально там на пальцах одной руки, которые более-менее, да, но совершенно другие люди пишут экспертизу, вот действительно, вы правильно сказали, какой-то там заборостроительный институт, и потом появляются выводы. Но вопрос-то в другом, что мы не можем, все равно мы не можем вот историю с интернетом игнорировать. Как мы будем это решать? Понимаете, страх уголовного наказания? Ну, если это криво сейчас работает, даже люди зачастую не понимают, откуда прилетит. Они бы и рады, например, соблюдают законы Российской Федерации, но каждый раз гадаешь, а вот сейчас ты нарушаешь закон Российской Федерации или не нарушаешь? А все зависит от того, какой эксперт будет тебя рассматривать. Ну, если есть сомнения, то эти сомнения надо всегда, так сказать, подтверждать. Ну, посмотрите, может быть, нарушаете, да? Совершенно понятно, что грязно ругаться матом в социальных сетях и угрожать, убить, там, я не знаю, директора школы, который вам что-то там не тоскал про вашу ребенка. Вот этого делать не надо, потому что это вы можете делать у себя на кухне. При желании можно найти социальную рознь и в ваших словах. Я, кстати, вот на это тоже обратил внимание. Это при желании. Я думаю, что моя квалификация позволит мне, так сказать, избежать несправедливого приговора суда. К сожалению, это не ко всем относится. Но, вы знаете, вот ситуации бывают совершенно различные. Вот, опять же, где-то правоприменение полагается целиком на экспертизу и говорит, что вот, значит, вот так вот. А где-то, например, по депутатским запросам, по запросам членов общественной палаты очень с трудом возбуждаются уголовные дела, хотя вот налицо факт. И мы этим тоже занимаемся, и тут нет прямо такой, вот знаете, гонки за показателями. Ну и действительно, 500 или несколько сотен дел это тоже не показатель ни по отдельной статье, ни для работы какого-то конкретного представителя следствия. Это Артем Кирьянов сейчас Сильяновиков. 500 это может быть не показатель для ведомства в целом, да, но для конкретно взятого следователя, у которого горит его личный план, дело, которое, вот практически, практически там не нужно ничего делать с головой. Там автоматом печатаешь на принтере вот этот вот скриншотик со странички Эмерека, и берешь Эмерека в оборот, и потом тебе за это время платят зарплату за казенный счет. Судье, прокурору, всем, кто этим занимается, а заниматься этим могут, в общем, и год, и более, пока там одна экспертиза сходила, другая экспертиза сходила, вернули дело, вот уже и год. И, если хотите, вот такое меркантильное соображение, да, мы тратим непомерные деньги на фоне всех этих разговоров про пенсии, про то, что там не хватает, да, на вот эту вот шелуху, потому что, если брать эти дела и смотреть, что там, там не глобальные угрозы, там не подстрекательство к мятежу, да, там именно картиночки, картиночки с котиками, там, песиками, демотиваторы и так далее. Нет, значит, смотрите, у нас есть, в общем, разные предложения за счет того, что можно делать с этой статьей. На одной из самых здравых, если уж мы согласимся с тем, чтобы ее снести и попробовать жить без нее, заключается, в том, что если человек говорит какую-нибудь, какие-нибудь вещи, которые имеют явно опасный бэкграунд, ну, типа отрицания Холокостов, отрицание Холокостов такая вещь, которая идет в одном пакете, тесно связана с очень многими опасными тезисами. Ну, или призывы к убийству какой-то группы по национальному признаку, условно. Призывы к убийству для этого статей хватает в головном кодексе. Значит, для этого я абсолютно убежден, что в большинстве случаев достаточно той же самой административной ответственности, потому что кто этим занимается? Этим занимаются неудачники, которые патриоты, патриотизмом, успешные патриоты, занимаются в Государственной Думе, в МВД, может быть, занимаются, состоявшиеся патриоты. Какой-нибудь хорошей должности в муниципалитете. В интернете патриотизмом занимается неудачник, у которого больше нет другой отдушины, кроме как пойти и что-нибудь такое написать. Как он сам понимает вот это вот свой... Патриотизм в кавычках. Ну, здесь именно на это ссылаются авторы этой записки пояснительной, да, о том, что, значит, привлекают по этой статье подчас и тех, кто высказывается в патриотическом духе. Вот это вот подчас очень такое забавное слово. Не надо путать с черносотенством, так сказать, и прочими интересными историческими явлениями. они очень близко примыкают на другую. Я думаю, что мы продолжим после перевела вашего. Все правильно вы заметили. С нами, я напомню, Илья Новиков, адвокат, и Артем Кирьянов, вице-президент Российской общественной организации Молодежный союз юристов, адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас, да, информационный выпуск. Внимание! Своя правда! 17 часов 35 минут в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов обсуждаем 282 статью Уголовного кодекса. С нами Артем Кирьянов, вице-президент Общероссийской общественной организации Молодежный союз юристов, адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации и Илья Новиков, адвокат. Ну, как всегда, у нас два юриста и множество мнений, в том числе мнений нашей аудитории. Сейчас будем выслушивать. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8 СМС плюс 7925-88-88-94-8 Работает наш Телеграм «Говорит и Москобот». С Телеграммы и начнем. Лариса пишет «У нас разнородное многонациональное общество. Одна группа людей нападает на другую, порождая дестабилизацию. Это опасно для страны, но и репрессии опасны. Нужны умные решения, пусть и сложные. Нужно учить людей уважению, знакомить их друг с другом, как на Мундиале», пишет Лариса. Как ответить, Артем Юрьевич. Ну, вы знаете, а что ответить? Это было бы прекрасно, если бы мы жили в идеальном обществе, когда можно было бы сесть, поговорить и все вопросы решить. Но никто так не живет. Поэтому, если хотите, репрессивная машина должна быть тоже обозначена. Я, может быть, не сторонник по данной статье, так сказать, срока до 5 лет. Но вот можно было бы ограничиться действительно штрафом и на этом первую часть статьи, так сказать, закончить. я вообще не сторонник, честно говоря, уголовного наказания для людей, которые совершили какой-то проступок впервые. Ну, вот об этом говорит нас и Верховный суд, что ситуация с уголовным проступком, она должна быть. Потому что, ну, уголовное наказание, даже если оно не связано с лишением свободы, это такое, знаете, пожизненное клеймо, ограничение в определенных, так сказать, своих движениях в жизни. Даже Единая Россия на муниципальный выбор у вас не возьмет с таким, так сказать, бэкграундом. Большое бэкграундом, конечно, если такое случится. Ну, вы знаете, люди активные в соцсети и хотят в политику, да, а тут вот уже, уже и, так сказать, сразу не запишут, да, и на праймере с ней допустят. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, я за то, чтобы все было достаточно аккуратно и мягко, но с другой стороны, чтобы люди все-таки думали, когда они что-то публично говорят, когда они что-то публично представляют и соглашаются с этой мыслью, чтобы они думали об ответственности. Это Артем Кирьянов, сейчас Илья Новиков. Я тоже считаю, что исчерпывающим наказанием за проявление такого рода, как отрицание Холокоса, должен быть денежный штраф. Ну, конечно же, его лучше налагать удобнее, по всем соображениям, в административном порядке, что говорит, пользуя исключение этой статьи полностью, в полном объеме. Но что касается решения проблемы с тем, что одна группа нападает на другое, вот если нападение не словесное, а реальное нападение, но оно было спровоцировано какой-то конкретный, то, что сейчас в Индии происходит, да, в Индии новая чума, в WhatsApp ходят волнами сообщения о насилиях в отношении женщин, и людей просто линчуют. Вот написали про такого-то, что наш сосед с улицы, значит, замешан нападение, его линчевали. Таких случаев уже десятки. Вот когда реальное насилие вызывается словесным пострекательством, то, конечно, пострекателя безусловно, нужно привлекать как соучастника этой истории. Но если слова высказаны, вот как ветер, да, ушли впустую и нигде не отозвались, нигде не отразились, то считать, что бороться с этим нужно наравне с тем, как борется вот с реальным насилием, это перебор. У нас просто нет на это никаких разумных средств. Не выглядит ли это как такая любимая отговорка в правоохранительных органах? Ну, как нападут, так вы приходите? Наоборот. Вот когда напали, нужно разбираться, почему это случилось. А искать под фонарем и демонстрировать раскрываемость на уровне 500 дел в год, это, извините, показуха и демонстрация то, что называется активной деятельности, которая не приводит ни к чему хорошему. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав, у меня вопрос к гостям. Не заставила ли российскую власть ее нынешней международной репутацией идти на такой косметический ремонт правоприменительной практики? Ведь за избиение зэков или 282-ю статью уже приветливо мигает исключение России из Международного Союза Юристов, Совета Прокуроров Европы, комиссии ООН по правам человека, а там, и глядишь, и Совбеза ООН на выход попросят. Как вы думаете? Ростислав, так никто никуда не идет. То, что мы говорим, это законопроект, на который дал отрицательное заключение и правительство. Причем, очень такой смешной формировки за подписью Приходько, которая, по-моему, сейчас уже не вице-пример, но это старое заключение. С формировкой, что, а как же вы можете говорить, что нужно отменять эту статью, если вы сами авторы законопроекта в своей записке пишете, что с каждым годом все больше случаев. Ведь получается, что количество растет. В записке написано прямым текстом, что растет не количество преступлений, которые совершаются, растет вал, с чем, собственно, нужно бороться. Нет, к сожалению, это действительно инициатива, которая не нашла поддержки и говорить о том, что российская власть что-то по этому поводу решила делать с косметическими лицелями и какими-то другими, сейчас нет никаких причин. Это Илья Новиков, Артем Кирьянов. Я бы вообще в данном контексте международную политику, ну, как бы сказать, не привлекал, да, потому что у нас, вот помните, были такие времена и о международном положении. Мы сейчас, конечно, в достаточно стрессовой ситуации живем и наши, так сказать, западные партнеры постоянно подбрасывают пищу для ума, то вот Машу Бутину арестуют, то еще что-нибудь случится, да. Поэтому мы, конечно, о международном положении уже много знаем, почти столько же, как и о футболе, но вот в данном случае я не вижу никакой связи между участием России и российских представителей в тех или иных организациях, что называется, в клубах по интересам, это первое. Второе, ну, про совбес он как бы совершенно грустно будет, потому что это будет такое издевайство над архитектурой, так сказать, безопасности послевоенного мира, после Второй мировой войны, поэтому это, конечно, не тот сценарий, которого мы ожидаем. Александр пишет, уважаемые господа, можно ли говорить, что статья 282 УК РФ является не только генерирующей злоупотреблением, но и коррупциогенной. Например, есть такой Герман Стерлигов, который открытым текстом на камеру призывает убивать ученых за колдовство и вредительство, и ему никто ничего не может реально вменить. Во всяком случае, его бизнес процветает, магазины открываются в лучших местах Москвы и так далее. И есть простая девочка из Барнаула с парой-тройкой демотиваторов в закрытом разделе, который грозит, если не срок, то очень существенный по меркам Барнаула штраф. Вам не кажется, что здесь налицо коррупция, поскольку Стерлигов может откупиться от товарища майора, либо имеет покровителя выше этого условного майора, а девочка из Барнаула нет? Илья Новиков. Ну, рассуждаете вы правильно, давайте не будем говорить про Стерлига, потому что мы объективно-то не знаем, что он там, как вообще возникал ли к нему такой вопрос. Здесь нет утверждения. Вот, поэтому его оставим в покое, бог с ним. Значит, любая статья, которая написана таким способом, с такими расплывчатыми выражениями и столько дает наводку по смотрению права обвинительных, конечно, является коррупциоагентом. Другое дело, что, вот мы об этом говорили перед перерывом, люди, которые фактически попадают в это поле зрения под фонарь, они такого рода, что для них и штраф, наверное, в большинстве случаев хуже, чем какая-то реальная перспектива небольшого срока, и откупаться им, по сути, не о чем. Нечем. Это Илья Новиков, Артем Кирьянов. Я думаю, что когда бизнесмен, ну, опять же, без фамилии, потому что я, честно говоря, не видел ни эту рекламу, ни, так сказать, высказывания, даже не могу судить, когда бизнесмен делает рекламу своему бизнесу или своему имени в достаточно провокационном стиле, то за ним, конечно, стоит, ну, по крайней мере, несколько юристов, которые, так сказать, побеспокоились уже о том, а что будет происходить в случае предъявления тех или иных претензий или обвинений. И поэтому, конечно, если исходить из такой логики, то, конечно, люди с целями бизнеса, они имеют возможность себя защищать. Ну, просто потому, что у них есть деньги, есть аппарат, есть юридическая служба и так далее. А те люди, которых наш радиослушатель привел в пример, девочка из Барнаула, ну, наверное, у нее нет необходимой квалификации, может быть, у нее нет денег, да, но мы-то с вами все-таки говорим о том, что, и я думаю, что мнение такое солидарное, да, что вот таких историй не должно быть, кто, кто и как с этим будет разбираться, но для меня, например, важно было бы, чтобы прокуратура, генеральная прокуратура посмотрела на эту ситуацию, так сказать, более пристально. я думаю, что это могли бы быть вещи, связанные с судами, но вот делается уже у нас пленного Верховного Суда анализ практики, соответственно, даются какие-то рекомендации для судей, которые они уже потом, так сказать, с учетом этого применяют. Вот в таком режиме. А что касается изменений 282-й статью, вот за пределами конкретного законопроекта, они, конечно, будут. Они, конечно, будут. Они будут более четко расшифровывать эту ситуацию. Ну, а что касается коррупции, вот это не самая коррупциогенная история в нашем уголе. Безусмены от другого совершенно откупаются, а не от 282-й. Виталий пишет, к спорту Кирьянову конкретно вопрос адресован. У нас люди зачастую не понимают чувства юмора, сатиры, пишут доносы на стендаперов истории Норкин поперечной, не знаю, в курсе вы или нет. Нет, к сожалению. Статья фигурирует та же самая 282-я статья уголовного Борокса Российской Федерации. Руководствуется каким-то очень консервативным, древним пониманием вещей мира. У нас нет критического склада ума посмеяться над самими собой. У нас бы Джимми Карр или Салтыков-Щедрин сидели бы в тюрьме. Как научить людей смеяться, а не тут же писать письмо товарищу майору и куда-нибудь в Федеральную службу безопасности? Артем Юрьевич. Вы уже знаете, а со смехом-то во России вообще, так сказать, исторические проблемы. То есть, у нас как-то даже в литературе не особенно кто любил пошутить. Да, сколько, так сказать, наше все Пушкин натерпелся за свои шуточки и эпиграммы, понимаете? Поэтому я бы здесь не стал говорить о том, что вот прям сейчас, но ведь обратите внимание, на сегодняшний день действительно присуще вот самому строю публичной дискуссии присущ определенный такой ханжеский характер. То есть, всегда есть, ну вот одна эта история про, как это, ватников и не ватников, да? Да, а мы еще даем инструмент такой, 282 статья УК. А вот это как раз и говорит о том, что никому в таких дискуссиях участвовать не надо. Да, как бы это ни выглядело в какой-то момент патриотично, вот так вот помалкивать, за родину как бы боремся, помалкивать. Вот не надо, не надо перебарщивать. Надо все делать, что называется, с пониманием действительной ситуации, не переходя на оскорбления, не переходя на личности. Что называется, не могу молчать, да, я что-то говорю, но это не должно быть связано с насилием в какой бы то ни было форме по отношению к другой стороне. Это Артем Кирьянов, Ильяновик. Знаете, что смешно, в смысле смеха, смешно то, что эта статья получила у наших националистов прозвище русская статья, потому что они уверены, что статью эту применяют в основном по ним. Да. и с позиции такого здорового цинизма, злорадства, как угодно это называйте, потому что как врачи обрастают цинизмом со временем, чтобы не сойти с ума от того ужаса, который они постоянно наблюдают, так и юристы в общем тоже. Знаете, это действительно такое забавное производство впечатления, когда человек уверен, что вот я же свой, я простой, значит, Вася, я тоже против пиндосов. Да, что же вы меня-то, вот товарищ майор, сюда-то тащите, да? Меня-то за что? Меня-то за что? И, а товарищ майор все равно, товарищ майор, этот Вася, он не свой, товарищ майор решает свою задачу, потому что у товарища майора там накануло продвижение по службе. И вот этот диссонанс, который возникает у людей, которые думают, что шутить про пиндосов можно, потому что, значит, эта вот статья, вот она для того, чтобы защищать государство и защищать власть от нигилистов, да, и бомбистов. С удивлением понимаю, что нет, на самом деле это про них, потому что, ну вот им не повезло, это они сидят в контакте, да, а бомбист-нигилист сидит в телеграмме, и у него все хорошо. 737394,8, слушаем сейчас вас, да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Это слишком долго, я так не умею ждать. Да, слушаем вас внимательно, здравствуйте. Алло, здрасте. Адвокпату вопрос. Ну, у нас их два, да. Ну, вот Артем, который, значит, не понял, дураки, дороги, да, это, значит, дорога разбитая, а дураки, это идет крестный ход. Он не понял, Артем, кто идет, вот против кого это? Вы полагаете, за это нужно привлекать к уголовной ответственности? Да, вот надо. Спасибо, принимается, Артем Юрьевич. Я, признаться, не очень понял, еще раз разложу ситуацию. Значит, да, что была ситуация, когда человек мотивированно обращался в органы местного самоуправления, в какой-то момент он эти свои обращения, вот сфотографировал какие-то там ямы, дороги, запустил себя в сети и получил вот такую вот историю. Фотография крестного хода, которая подписана, две главные российские беды, дураки и дороги. Тут же возникает запрос, а не оскорбление ли это социальной группой верующей, которых называют дураками. Я бы очень внимательно подумал на месте того человека, который вот эту фотографию подписывает и выкладывает в социальные сети. Вот даже не исходя из уголовного кодекса. Слушайте, мы не оскопляем друг друга вот таким образом. Я просто очень внимательно бы подумал, да, потому что ну как-то вот это вот не здорово. Вот люди, которые идут, ну хорошо, любую демонстрацию возьмем, да, то есть можно не обязательно на крестный ход там все. Люди, которые идут на эту демонстрацию, они зачем туда пришли? Мы говорим о статье уголовного кодекса Российской Федерации. Да. Статья уголовного кодекса Российской Федерации. Правильно. Представляете, если вот эти вот люди, которые вышли на демонстрацию, неважно какую, за власть, против власти. Уголовного кодекса, Артем Юрьевич, уголовного. И что дальше-то? Да, уголовного кодекса. Вести себя надо прилично. И не будет вопросов от уголовного кодекса. Нет, вести себя надо по-разному и неприлично тоже. Не надо, так сказать, усугублять. Вот понимаете, если вот эти люди, которые идут на какую-то демонстрацию, будут огружены вот этими вот выкриками, что называется, смест, то это это ломает их психику, это насилие над их личностью. Понимаете? И за это должен кто-то нести ответственность. Мы по этой дороге придем к той истории, которая сейчас происходит с политкорректностью и с тем, что ну вот это пресловутая n-word, да, английская. То, что по-русски называется негр, а по-английски называется так, а по-английски какая-то нельзя, потому что неприлично. Да. Когда человека увольняют, потому что он на совещании по политкорректности сказал, что вот не надо использовать n-word, при этом сам, естественно, сказал, тайн-word, его за это уволи, потому что он его использовал. Да, вот попытка смотреть на это так, что не дай бог, мы как-то заденем чувства друг друга, что мы все такие хрустальные, значит, и надо быть чистенькими и аккуратненькими. Значит, нет, мы мы так, в общем, никогда жить не сможем. Правильный, на мой взгляд, подход заключается в том, что надо друга терпеть. Вот пока вас не бьют, и пока они говорят, что это действительно опасные, пострекающие, вот, пожалуйста, две демонстрации, значит, по дороге идет крестный ход, на обочине стоят люди с плакатами «Бога нет», терпите друг друга, а иначе никак. нет, иначе как? Надо понять, какое из этих мероприятий санкционировано и сделано по закону. Потому что совершенно точно ни один муниципалитет не совместит демонстрацию с лозунгами «Бога нет» и разрешение на крестный ход. Вы чего? Это совершенно понятная ситуация, она раскладывается на простые детали. Слушайте, а кто был виноват, условно говоря, в Древнем Риме, когда забрасывали камнями? Кого-то там. Кого? Ну, вот эта вот история пропадшего женщины, да? То есть, как бы, кто был виноват? Всегда находятся подстрекатели. То есть, раньше они просто кричали на площади, а теперь не кричат в интернете. Вы знаете, в Древнем Иудее, о котором вы говорите, это история, когда там, кто без игроков пускинет камень, да? Вот там никто не был виноват, потому что они, так как вы любите, действовали строго по закону. Был такой закон, что при Любодеях нужно забивать камнями. И все там было хорошо и с законностью, и с согласованием. И там уж не муниципалитет, конечно же, нашел бы, что это акция, справа с правами. Илья Сергеевич, я просто пытаюсь понять. Ну вот, эти законы существующие, они, по сути, и культивируют определенный стиль поведения в обществе. Поэтому, когда вы говорите, давайте друг друга терпеть, а зачем терпеть агрессию и насилие в отношении себя, в том числе и вербальную? Может, этому нужно как-то противодействовать, разве нет? А где вы становитесь? Не знаю. А опытным путем, как в любом обществе. Ну вот, смотрите, на одном полюсе у вас это самое увольнение за n-word, на другом полюсе у вас свобода слова, которая включает, там, по таким... Включает буллинг, например. Включает все, что угодно, да? Да. Ну, все. Травлю. Да. И прочее. Вы этот баланс будете искать всю свою жизнь. Да. Вы его идеальный никогда так и не найдете. Да. Я исхожу из того, что такие вещи, как свобода слова, у нее очевидная ценность, а такая идея, что нужно охранять чувство абстрактной группы, которая, может быть, еще и не знает, что ее обидели, еще над тем никто не высказался, но вот охранять в превентивном порядке, чтобы ее, не дай бог, никто не обидел в будущем, это не очевидная правовая ценность. И выстраивать баланс охранительным способом, так, чтобы у вас вот эта превентивная, не дай бог, затыкала рот, и чтобы там каждый вот, да, да, думал, а что со мной будет, а не посадят ли меня, если я сейчас скажу какую-нибудь фразу. Мы потеряем много, а приобретем ничего или почти ничего, потому что, опять же, возвращаемся к тому, с чего начинали. 500 дел в год. Это все дела, где кто-то кого-то оскорбил, кто-то поджег какие-то там вражду кому-то. Понятно, что нет. То есть, эта статья и ее применение ответом на ваш вопрос, что делать, ну, точно не является. Давайте обсудим, не является ли у него ответом что-нибудь другое. Илья Новиков, Артем Юрьевич, можете парировать, коротко только. Вы знаете, я думаю, что все-таки мы должны в качестве регулятора отношений использовать законодательство. Вот сказать, что свобода слова это абсолютный приоритет, да не было никогда такого, и сейчас не будет. Сказать, что можно хамить, так сказать, до первой крови, ну, наверное, можно, только зачем. И все-таки, вот, регулировать эти отношения в обществе, отношения между людьми должен закон, ну, и в частности, все-таки я так, и как пришел с мыслью о том, что пусть будет такая статья, ну, пусть мы ее доработаем, пусть мы предложим, может быть, новое определение понятий, ну, вот, и пусть она будет в уголовном кодексе, потому что, все-таки, совсем вот эти вещи пускать на самотек, еще раз говорю, с увеличением влияния интернета и соцсетей на жизнь совершенно каждого человека, особенно нашего подрастающего поколения, вот так просто на самотек это отпускать нельзя. 73-73-94-8, давайте выслушаем вас внимательно, да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, Анна, пожалуйста. Я по поводу смеха. Вы знаете, мы когда вот 23 августа 43-го года вошли в Харьков, увидели Дробицкий Яр, это Холокост, мы так смеялись, а когда дошли до Киева, так вообще чуть сосны не померли. Ну, это ладно, бог с ним. Да вы знаете, вот наши с вами коллеги, мои коллеги, Соня Калистратова, Лена Резникова, Коля Монахов, Дина Каминская боролись за то, чтобы в нашей стране не оскорбляли чувства верующих, всех религий, всех конфессий. Если кто-то стоя на дороге напишет бога нет, поверьте мне, я человек верующий, я не обижусь. Но когда крестный ход рисую в каком-то издевательском виде, глумливом, ну, наверное, так не стоит делать, правда? И подумайте насчет административной ответственности за Холокост. Спасибо. Спасибо, принимается. Это вам, Илья Сергеевич. А о чем нужно думать? О том, что нельзя отрицать Холокост или смеяться над ним? Конечно, нельзя. В чем вопрос? Я с этого начал. Анна просто полагает, что административной ответственности за подобного рода деяния, где смех абсолютно неуместен, будет недостаточно. Ну, смотрю, какой штраф. потому что верхний предел штрафа по административному у нас может быть и повыше, чем нижний по уголовному, да? К сожалению, у нас не та, не то качество правоохранителей, не то качество судов, чтобы доверять им вот так вот слепо, да, и надеяться, что они разберутся и решат. Нет, опыт показывает, что не разберутся и не решат. Поэтому, если мы говорим о том, нужно или не нужно оставлять вот этот инструмент в этих руках, чтобы он работал так, как он работает, у меня ответ очевиден, что нет. Вот ситуация то, как она сейчас быть не должна. Я сейчас запускаю голосование. Итак, если вам ближе позиция Артема Кирьянова, вице-президента общероссийской общественной организации Молодежный союз юристов, адвоката, член общественной палаты, вы голосуете 134-21-35 за Артема Кирьянова, за то, что эта статья 282 важна для Уголовного кодекса Российской Федерации, сохранить, да, возможно, где-то смягчить, видоизменить, но сохранить. Вы голосуете 134, где номера? 134, я потерял голосовальные номера. Сейчас, секундочку. А, 134-21-35. Все. Если вам ближе позиция Ильи Новикова, адвоката, вы голосуете 134-21-36 за Илью Новикова 134-21-36. То есть, в том виде, в котором сейчас статья существует, работает то, как она применяется, ее, в принципе, не должно быть в нашем Уголовном кодексе. Это 134-21-36. Нельзя сажать за слова, если хотите. Это 134-21-36. За Артема Кирьянова 134-21-35. За Илью Новикова 134-21-36. Префиксы, и в том и другом случае, один и тот же, 8-4-9-5. У нас есть время на один телефонный звонок. Он будет коротким, как выстрел. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Святослав. Я считаю, что статья должна быть отменена 282-я, потому что все остальные законы и Конституции есть. Как карать? За антисемитизм, за русофобию, за все, за нарушение. Поэтому эта статья должна быть отменена именно как русофобская, которая направлена именно против русских. Есть. Спасибо, Артем Юрьевич. Это вам скорее коротко. Не скажу, что это статья против русских, но вот вся дискуссия была об этом. Я не считаю, что эта статья направлена против русских, против, ну извините, псевдопатриотов, против людей, которые за родину не знают как. Эта статья, она для всех статья. Еще из комментариев, Пном Пень пишет, люди необходимо приучать к диалогу агрессивных фанатиков лечить или изолировать, пишет Пном Пень. Виталий пишет, Джимми Карра, если наши органы увидели бы его шутки про религию, насколько бы он сел, но он шутит, никто не оскорбляется, пишет Виталий. Нет, знаю людей, когда это случается. Оскорбляются, конечно, но терпят. Ну и сейчас я останавливаю голосование. Результат следующий на сегодняшний день. 9% наших слушателей за то, чтобы сохранить 282-ю статью Уголовного кодекса и 91% полагают, что она лишняя в нашем Уголовном кодексе. Так проглашевала наша аудитория. С нами был Артем Кирьянов, Илья Новиков. Спасибо, приходите еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.